Я хочу говорить о любви, о совершенной любви, о той любви, которую Бог называет любовью, это Агапе. Вот такие чудесные слова есть у Иоанна, апостола любви. Он пишет, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Вы знаете, когда мы только приходим ко Христу, принимаем водное крещение, мы фактически с вами становимся на путь. Если вот так вот образно посмотреть, мы встали на путь, в который Иисус говорит, Я есть путь. Вот мы встали на этот путь, во Христа. И весь этот путь куда ведет? К Отцу. Это путь совершенствования нашего. То есть у нас ведет к совершенству. Как вот и Павел говорил очень часто и употреблял это, что это дорожка беговая. Вы знаете, сегодня вот когда только началось наше служение, я сразу ощутила, что Дух Святой здесь. Даже Сережина Слово перед нашим началом, когда он тоже употребил дорожку беговую, я сказала, ну точно, Дух Святой подтверждает это Слово, слава Богу. Да, это беговая дорожка. Те, которые желают стоять на этой беговой дорожке, они никогда не дойдут до финиша. Они никогда не войдут на высоту. Не достигнут новых результатов. Они пришли, стали и стоят. Но это не экскалатор, который будет двигать вас. Там, где ты стал, там ты и останешься. Но спортсмены, они все время тренируются. Они все время тренируются, чтобы достигать высоты. Даже чего-то вы уже достигли, если. Это ни предел и ни конец. Все время надо выходить на новый уровень. Если вы обратили внимание, я вас все время тащу на новый уровень. В глубину, в высоту. Но только не стоять. Потому что стоять, это все равно, что закиснуть. Это теплость, то, что Иисус очень не любит. Но для того, чтобы войти на духовную высоту, на новый уровень, надо преодолеть эту высоту. Надо преодолеть, вы представляете, вот эта беговая дорожка, бег с препятствиями, да? Даже не хватит просто бежать. На нашей дорожке все время препятствия. Их надо преодолевать, преодолевать, преодолевать. Не останавливаться. Ой, препятствия. Надо преодолевать. Если не преодолевать эти высоты, значит, остаться на том месте, на прежнем уровне. Когда мы просим Господа, веди нас. Мы хотим Твои отношения иметь. Более близкие. Просим? Просим об этом, да? Но ведь это называется подниматься. Мы же не будем Бога опускать на наш уровень. На уровень плоти, души. Мы же должны подниматься к Нему. И когда мы хотим входить на высоту, мы хотим подниматься. Моисей поднимался в гору, а Господь спустился в низину. Но вы же знаете, чтобы подняться вот даже вот на эту ступеньку, что надо сделать? Оторвать ногу. Вторую ногу. Оторваться. Нужно оторваться от чего-то, до что вы стояли вроде как упорно. В один момент ты как-то вроде на одной ножке стоишь. И вторую ножку надо поднять на ту же высоту. Я вам скажу, что фактически, когда мы просим Господи, подними нас на другую высоту, мы просим, подними планку, чтобы мы выше прыгали. Мы, вот знаете, как прыгуны, поднимают планку. Перепрыгнул метр, потом два метра, потом три метра. И Бог посылает нам более высокие барьеры. Это тренировка. Каждый раз тренировка, чтобы барьер преодолеть, каждый раз тренировка. И именно те, которые преодолевают эти барьеры, они поднимаются. Даже, вот я вам объясняю, чтобы подняться, мы должны от чего-то оторваться, от чего-то оттолкнуться, что-то оставить. Преодолеть силу притяжения Земли, чтобы подняться, понимаете? Вот я вас призываю. Отрываться. Подниматься, значит, всегда преодолевать себя. Запомните это. Если человек себя не преодолевает, он не поднимается. Бывает, мы самое большое препятствие. Мы ждем с другой стороны, но мы самое большое препятствие. Даже те спортсмены, которые вот прыгают всегда, да, на высоту, они поднимают планку все время выше и выше, выше и выше. Те, кто поднимают веса, тоже все время увеличивают веса, все время тренируются, чтобы достигать высоты. И я вам скажу, чтобы победить, надо сначала победить в своем разуме. Нужно победителями быть. Вы должны мыслить как победители. Если у вас нет таких мыслей, вы будете стоять на месте. Конечно, первое — это желание, безусловно. Вы должны желать быть победителями. Желать преодолевать трудности. И быть победителями внутри. Непобежденными. Себя надо покорить. Свой страх убрать. Только так мы будем двигаться к этой высоте. Побеждать желание достигнуть Господа. Мне так нравится, когда Павел говорит, не достигну ли я, как достиг он меня. Вы знаете, у меня есть золотые строчки в Евангелии, которые меня подбадривают и двигают вперед. И я их нахожу именно вот в этих местах. Оставляя задние, простираясь вперед. Пишу, бегу. Хочу достигнуть, как достиг меня Господь. Вот это золотые строчки. Если у вас они есть в сердце, вы будете двигаться. У меня есть желание достичь самого высокого звания, какого я могу достичь. Я еще раз прочту вам, мне дорогие эти строчки. Я бы выучила, ну я-то выучила, я бы вам предложила выучить их наизусть и с утра повторять. Филиппийцы 3, 13-15. Братья, не почитаю себя достигшим. А только забывая заднее, простираясь вперед, спешу к цели. Мне так хочется задать некоторым вопрос. Какая у вас цель? Какая у вас цель? Ну вот вы пришли, покрестились, приняли Иисуса Христа своим спасителем. Какая у вас цель? Доползти, досидеть до вечности. Какая у вас цель? У меня цель вместе с Павлом к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И дальше, какие чудные слова. кто из нас совершен, так должен мыслить? Кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то это вам откроет Бог. Если вы будете хотеть, если у вас есть желание, Бог откроет. Вот это мышление, знаете, кого? Победителя, побеждающего. Только так мыслят побеждающие, а не побежденные, которые при первых же трудностях сдаются. О, вы знаете, как тяжело. Ой, нытики. Нет, мы не нытики. У нас есть цель. Высшее звание Божье во Христе Иисусе. Нам бывает очень тяжело преодолевать самих себя. И когда мы видим ту высоту, нам иногда кажется, это не преодолеть. высоту, на которую подняли шест, кажется, не преодолеть. Господи, это я не смогу. Знаете, такую поговорку, глаза боятся, а руки делают. Да, глаза боятся иногда, но ноги двигаются к этой цели, а потому что иначе не могу. Буду преодолевать. Даже когда страшно. Закрой глаза, но буду преодолевать. Но, мои дорогие, иногда мы думаем, как же мы сможем, как? Никак. Господь поможет. Вы только двигайтесь. А Господь поможет. Он и даст вам силы перепрыгнуть, и даст силы подняться. Он очень хочет нас видеть на высоте. И так планка все время будет подниматься у тех, которые двигаются. Запомните это. Всегда. Подниматься будет, и тяжесть будет больше и больше наваливаться. Но та цель, к которой мы стремимся, это Сам Господь. Это та высота, которую мы хотим достичь. Это близость с Ним. Все остальное ничто. Но цель стоит того, правда? Чтобы все оставить. Чтобы все презреть. И только за Ним двигаться. Но я вам скажу, что это за высота. Фактически, это высота любви. Мы можем думать, а что же это за высота? Ну, достичь Господа. Это высота любви. Достигайте любви. Потому что наш Бог, это Бог, есть любовь. Когда мы стремимся к совершенству, к чему мы с вами стремимся? Вы хоть понимаете, к чему мы стремимся? К совершенству? К какому? К совершенству. К совершенству в любви. Мы должны стремиться к совершенству любви. О, как я хочу, чтобы мы глубоко, но это другая тема. Что такое совершенство любви? Немножко другая тема. Итак, мы стремимся к совершенству в любви. Это совокупность совершенства. Колоссянам 3, 14, 15. Более всего. Больше всего. Облекитесь в любовь. Оденьтесь в любовь. Которая есть совокупность совершенства. Более чего. К чему народ обычно стремится? Господи, дай силу. Господи, дай славу. Дай дары духовные. Я не против этого. Я сама хочу. И мы сами молимся. Но более всего. Любовь. Более всего. Облекитесь в любовь. Которая есть совокупность совершенства. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий. Которым вы призваны. В одном теле. Любовь должна быть в одном теле. И будьте дружелюбны. И будьте дружелюбны. О любви много говорят люди. Но, к сожалению, ее по-разному воспринимают, понимают. Так же, как и Господа. И часто за любовь принимают это то, что вот меня любят. Вот мне дали, вот со мной поговорили, мне сделали, вот меня. Это вот любовь. Но когда в тебе есть любовь, это ты дал. Поэтому любовь не узнают. Так же, как и Бога. Каждый воспринимает на своем уровне. По-разному. И не узнают Его. Но Он не изменяется. Он тот же самый. Он был, есть и будет вовеки тот же самый. И в Ветхом Завете, в Новом Завете тот же самый Бог. Надо просто Его всегда знать. Он тот же самый. Он сказал, я есть, я был, я есть и тот же самый буду. И Он показал нам Свою совершенную любовь. В том, что возлюбил нас, когда мы были еще грешниками и противниками Ему. Многие думают, вот меня или кого-то Бог избрал. Ну, наверное, вот у меня хороший характер был, там, наверное, что-то, достижение какое-то, что-то есть. Бог возлюбил, когда были грешники. Не за то, что ты всегда хорошо поступал. И тебе не заштакается, Бог тебя возлюбил, потому что ты всегда хороший. Римлянам 5, 6, 8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Он не умер за святых. Он умер за нечестивых. Это кто такие нечестивые? Но не мы. Да? Это мы. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы те самые, которые были некогда непокорными. То есть, врагами Богу. Вы знаете, что такое непокорство? Это вражда с Господом. Мы были врагами Господа. Потому что были непокорными. Но Он нас любил настолько, что умер за нас. Трудно это признавать. Но это на самом деле так и было. Мы были противники Господу. Если не на словах, то на делах. Потому что искали своего. Искали то, что угодно по плоти. А это называется противники. Некоторые христиане по сей день противники Богов. Почему? Потому что ищут то, что угодно плоти. Посмотрите, как сам Иисус сказал. Матвей 16, 23. Когда Петр его успокаивал, помните, говорит, «Да не будет с тобой, Господи!» Иисус не обозвал Петра, если так понимаете. Он просто сказал, что это противление. Он говорит, «Отойди от меня, Сатана!» Противление. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вы знаете, я очень хочу, чтобы каждый из вас знал на все сто процентов, что когда вы ищете того, что не Божье, а человеческое, эти слова к вам. противники. Противники Богу. Кремлянам 8, 6, 8. Помышления плотские, суть смерти. Помышления плотские, суть смерти. А помышления духовные, жизнь и мир. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога. Когда что-то избирается, по плоти, не по духу, избирается враждебное состояние. С кем? С Богом. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Мы знаем, что есть такое определение, плотские христиане, так кто они? Плотские христиане кто? Противники Богу. Боимся это сказать? Это факт. Потому что угождают себе, а не то, ищут что угодно Богу. Ой, к сожалению, такое бывает. Такое бывает. Бывает такое, что став на путь христианина, человек остается плотским. Продолжает искать своего, доказывать свое. И даже Бога хочет на свою сторону перетянуть. На сторону угождения плоти. Но Бог все равно любит, понимаете? Он все равно любит, все равно надеется, что человек придет к покаянию. Он не дела любит, он человека любит. Вот эта любовь, она непонятная для нас. Нам трудно любить, когда мы видим дела плохие. А Бог любит душу. Вот что такое Божья любовь. Итак, что мы с вами видим? Что любовь Божья, она покорна Ему. Мы должны достигать совершенства в этой любви. Она никогда Богу не противится, истинная любовь. Никогда. Как мы с вами смотрели, любовь не ищет своего. Правда? Не ищет своего. Значит, если вы говорите, да, мы любим нас, есть любовь Божья, мы любим Бога, а ищите своего. В таком случае это лицемерие. Итак, Бог любит нас. Хорошо бы, чтобы это было взаимно, чтобы мы любили Господа. И Бог любит нас, и тогда, когда мы были грешники, и когда мы пришли к Господу, и жить стараемся святым. А что касается нас, так мы бы зачастую любили любящих нас и ненавидели ненавидящих нас. И это даже свойственно выражать, и некоторые люди даже не скрывают это, выражают эту ненависть. Весьма противоречивая любовь. Если ненавидите братьев и сестер, как можете любить Бога? И вот я прочитаю такое место вам, интересное. Лука 6, 26-33. Это слова Иисуса. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Честно скажите, кто любит, чтобы про вас говорили плохо? Я руки опущу, я не люблю. Но говорится, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. ибо так поступали с лжепророками отцы их. То есть, если ты людям угождаешь, а тебе будут говорить хорошо. Это уже признак того, что-то что-то с тобой не то. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Почему лжепророками? Мы с вами разбирали это. Как лжепророки пророчествовали только, чтобы их любили. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь за обижающих вас. Ударишь ему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай. И от всякого, взявшего твое, не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность. Ибо и грешники, любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность. Ибо и грешники тоже делают. Я хочу вам сказать, что когда мы желаем подниматься на высоту, возрастать в духе, мы должны осознать, что это такое. Это значит возрастать в любви. Это значит возрастать в любви. А как возрастать в любви? Просто начинать возрастать в любви. Вот сегодня я начинаю. Любовь надо познавать. А как ее познавать? Когда мы познаем любовь? Как любовь явил Господь? Когда мы видим, Он душу свою положил. За кого? За грешников. За то, когда мы были еще врагами Его, противящимся Ему. Это любовь Его. То есть, как мы познаем любовь? Через действия. А не только через чувствование. Правда? И возрастание в любви, наше возрастание в любви зависит от чего? Всегда сопряжено с теми препятствиями, которые мы будем преодолевать. с тем, на какую высоту мы с вами будем подниматься. Как мы будем преодолевать те барьеры? А кто такие барьеры? Что за барьеры? Вы знаете, что барьерами очень часто становятся люди, которых все-таки надо преодолевать эти барьеры и продолжать любить. бывают обстоятельства, которые нам надо тоже преодолевать. Бывает это только твои личные. Бывает это целой церкви касается. Бывает целого народа. Эти барьеры надо преодолевать. Если хотим подниматься. Если вы сказали, что вы хотите любить, Бог даст вам этот барьер, чтобы вы сумели полюбить. Чтобы вы сумели подняться на высоту. Перед вами будет барьер, как же любить такого человека, он не достоин любви. Его невозможно любить. Это те барьеры, которые нам помогают возрастать в любви. Подниматься в любви. И планка будет подниматься. Догадываетесь, что это будет подниматься? Испытание. Ну, это уже все, это предел. Нет, люби. Нет, ну, это уже любить невозможно. Люби не то, что делает. А человека люби. А продолжай. Как там Господь сказал, благотворить. Молиться. Благословлять. Так некого. Это же надо не любить. Если хотите достигать любви, Бог будет посылать барьеры. Иисус говорил об этом. Чтобы появилась в нас любовь. Посмотрите, Иисус предупреждал о последнем времени. Как будет охлаждаться наша любовь? Благодаря чему? Матфея 24, 10-13. Что охлаждает нашу любовь? Говорится, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И вот по причине преумножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вы знаете, мы можем сказать, это где-то в правительстве, в государстве, в стране, в городе. Сто процентов. Но это будет среди нас. Понимаете? А как сохранить любовь? А как возрастать в любви? Когда предают? Когда делают тебе зло? охлаждается любовь. А Бог говорит, что надо возогревать эти чувства. Любить человека, не любя его поступки. Это барьеры, которые мы с вами должны преодолевать. Враги, противники могут быть среди нас и для нас. и это тоже для того, чтобы мы возрастали в любви. Когда вы это поймете, вы будете другими глазами смотреть на того, кто вам послан в вашу жизнь для того, чтобы преодолевать барьеры. для того, чтобы приобрести любовь, а иначе не получите. Она не придет сама по себе. Вы можете сделать вид, что вы любите, когда у вас все хорошо. Но ведь Бог испытает любовь. И когда испытает, найдется ли она, но когда она приобретена тобою, как твое качество, тогда уже тебя не отнимется она. И так враги и противники всегда могут быть. Но я вам скажу, что есть такие, вот как говорится в Писании, противники, которые противятся кресту. Понятно, когда там противники хотят грешить. Но когда среди христиан противятся кресту. Вот посмотрите, как сказано филиппийцам 3, 17, 20. Павел говорит, подражайте братьям мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какое имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Не Христа, а креста Христова, а их конец погибель, их Бог чрева, и слова их в сраме, слава их в сраме. И вот опять смотрите, потому что мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, кто они враги? Наши враги креста. Кто мыслит о земном, написано? Павел сам ответил. Кто мыслит о земном, а ты о небесном, он с тобой будет враждовать. плотские душевные христиане с тобой будут враждовать. Так что нам их не любить теперь? А вот учитесь любить. Преодолевать эти барьеры. Да, они что за враги? Почему? Они не хотят принимать полное Евангелие, где говорится о том, что надо пострадать, что многими скорбями, не только песнями и хлопанием в ладоши, но многими скорбями надо восхищать небеса. Галатам 6, 14, Павел говорит, а я не желаю хвалиться, разве только крестом. Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира. Но те, которые хотят думать о земном, такие, как Павел, мешают. Они хотят мир распять и сами распяться, а тут жить хочется, веселиться, радоваться. Вот они противники. Они противники смирения, послушания, кротости. И Павел пишет об этом, что противники креста Христова. Но мы и эти барьеры должны преодолеваться. Мы знаем, что наступят времена, говорил Павел, что будут не принимать полные Евангелия. Будут искать себе учителей, которые ласкают слух, это все должно быть и уже есть. Но я беспокоюсь о том, чтобы наша любовь не охладела. Мы видим, мы встречаемся с такими людьми. Мы переживаем, как это возможно, но враг этим может воспользоваться, чтобы наша любовь охладела. А я призываю вас не охладевать в любви, а достигать совершенства. В любви достигать совершенства. Планочка будет подниматься. Нам надо ее преодолевать. Нам надо преодолевать ее, возрастать в любви. Возрастать в отношениях с Господом можно только возрастая в любви. если мы не будем возрастать в любви, мы никогда не приблизимся к Господу настолько, насколько хочет душа наша. Вот эти вот враги, это наши барьеры. Понимаете, на них надо смотреть, как на барьеры, благодаря которым мы будем возрастать в любви. Так это благо или нет? Оказывается благо. Оказывается благо. Для спортсмена, когда планочку кладут, это для него что, враг или благо? Если он его преодолеет, его поднимут еще. Ох, какие! Преодолеют, еще поднимут, но потом он будет выступать на соревнованиях и может оказаться победителем. Так что это для него благо, и для нас это благо. Смотрите на это как на благо. Тяжело. Я с вами вполне согласна. очень тяжело. Но если мы хотим возрастать в любви, то давайте будем преодолевать. Не враждовать с враждующими, а преодолевать. У Христа по сей день много врагов, но он не враг никому. И у нас будет много врагов. Иисус сказал, вас будут ненавидеть. Тех, которые хотят жить благочестиво и пристойно будут гонимы. И не думайте, что только там на улице. это в церкви может происходить. Плотские всегда будут гнать духовных. Но мы с вами должны преодолевать эти барьеры любовью. Не охладевала, чтобы наша любовь возгоралась. Вот чему мы призваны. Те, которые хотят высоты. Те, которые хотят войти в глубокие отношения с Господом. Что? Для кого Бог откроет свое сердце? Как вы думаете? Для любящих. Для любви. Поэтому только любовью мы можем проникать в сердце Господа. Вот понимаете? Не обращайте внимания ни на кого, ни на что. Все нам во благо. И все нам во благо. И если нам послан человек, которого тяжеловато нам кажется любить, значит, это ваш станок тренировочный для того, чтобы вы укрепились в любви еще больше. Сразу начинайте хвататься за себя. Господи, помоги мне, научи меня, как любить его еще больше, чем он достоин в наших глазах. Я хочу любить. Говорите это. Я хочу любить. я хочу любить. Научи меня, я буду любить, я буду стараться любить. И вы будете возрастать. Вы знаете, вот про Иисуса говорится, что однажды он в синагоге проповедовал, не на улице, в синагоге, и его хотели скинуть со скалы. Вывели, чтобы скинуть со скалы. Вот все, что хотят плотские, это вас сбросить с вашей высоты. Но Иисус прошел мимо и пошел, а потом за них еще и распялся. В синагоге свои же. Поэтому я призываю вас любить. Возрастайте в любви. Пусть ваша любовь достигает совершенства. Пусть это будет ваша цель. Стремитесь. Не обращайте внимания. Смотрите на то, что все во блага. Слава тебе, Господи, ты хочешь достичь во мне такой высоты любви, чтобы и это я мог преодолеть. Итак, напомню вам, 1 Иоанна 4,17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. хотим поступать в мире всем, как он. Пусть любовь достигнет совершенства у нас. Вы знаете, о любви можно говорить без конца. И без конца разбирать любовь, и как, и все. Но я хочу, чтобы вы услышали, что это движение, что в любви это движение, это путь. Это путь во Христе, потому что Христос явил любовь. И когда Он пришел, Он сказал, я путь. То есть любовь это путь. Путь куда? К Отцу. К Отцу. Не просто в спасение. Я вам скажу, когда вы пришли и стали на этот путь, вы стали на путь спасения. Но если вы пошли этим путем, вы идете к Отцу. Это уже путь совершенства. Поэтому Иисус сказал, кто хочет быть совершенным. А совершенства без любви не бывает. Совершенство только в любви. Поэтому кто из вас хочет быть совершенным, возьми крест свой и следуй за Христом. Совершенствуйтесь в любви. Договорились? И барьеры мы что делаем? Преодолеваем. Не получилось на этот раз и на следующий раз получится. Тренируйтесь. Тренируйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...